Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по реквизитам в описании сюжета и по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Как сказал сэр Ирвин Уэлш, только в тот момент, когда ты начинаешь путешествовать по миру, понимаешь, что не так с тем местом, где ты родился и вырос. Другими словами, в путешествии у тебя есть возможность понять, чего не хватает или что нужно поменять в твоей собственной стране. Пользоваться таким благом современного мира, как путешествие, в полном объеме, россияне начали относительно недавно. Рухнувший в 90-х годах железный занавес стал постепенно открывать жителям РФ новые возможности и горизонты. Ну вот, наконец-то я лечу в Париж. Сейчас мы уже отправляемся в новое путешествие. Но недолго музыка играла. В феврале 22-го года свихнувшийся тиран отдал приказ своей армии вторгнуться с войной в Украину, тем самым отбросив свой народ в далекое прошлое и вновь, как в старые недобрые времена, изолировал его от всего цивилизованного мира. Первая изоляция, с которой столкнулась Россия, это изоляция в прямом смысле слова. С самого начала российской агрессии в Украине, Европа, США и Канада закрыли свое небо для самолетов из РФ. То есть все авиакомпании России теперь не просто не смогут прилетать в страны ЕС, но не смогут даже пролетать над территорией этих государств. Вот так сейчас выглядит карта закрытого неба для российских авиакомпаний. Плюс ко всему Евросоюз ввел запрет на продажу гражданских самолетов России. Европейские компании отказались обслуживать российские самолеты, страховать их и поставлять для них необходимые запчасти. Следующие санкции запретили РФ пользоваться воздушными судами, которые пребывают в лизинге, то есть в аренде. Рынок авиаперевозок в России, в том числе внутренний, это в основном зарубежные машины. И, как правило, именно в лизинге. Как они теперь будут обслуживаться? А никак. Чего и стоило ожидать от страны пирата? Чужие самолеты, которые российские авиакомпании арендуют у иностранных компаний-лизингодателей, РФ попросту украла. Не говорит ли это о том, что в течение какого-то времени, через 2-3 года, мы не сможем эти борта обслуживать на территории западных стран, там же, где они обслуживают? Они не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят, всего того, что мы забрали чужую собственность. И теперь эти воздушные лайнеры фактически не могут вылетать за границу, так как в ту же секунду будут арестованы по требованию своих владельцев. 78 самолетов российских авиакомпаний арестовали за рубежом из-за санкций. Лайнеры были арестованы в том числе в Турции, Азербайджане и Армении. Да, в ответ на западные санкции Россия закрыла и свое воздушное пространство для так называемых недружественных стран. Но авиационная блокада, закрытое небо очень сильно ударили именно по РФ, в частности, по туриндустрии страны-агрессора. И вы можете себе представить, когда приезжают одновременно в один день 500 туристов, что происходило на ресепшене, это неимоверный ужас, что происходило. Буквально сразу после введения тотальных санкций российские туристы начали на себе испытывать их действия. Во-первых, из-за отмены рейсов сотни тысяч отдыхающих из РФ застряли за границей. Их эвакуация влетела туроператорам в копеечку. Туроператоры уже сейчас называют эту эвакуацию туристов самой сложной и самой дорогостоящей для турбизнеса. В итоге суммарные потери туркомпаний, в которые также входят и обязательства по отмененным турам, достигли критических величин. И сегодня эта сумма оценивается в 65 миллиардов рублей. Во-вторых, россияне начали очень быстро осознавать, что как раньше уже не будет. Полететь на отдых куда захочешь просто так уже не получится. Список открытых для граждан РФ направлений после введенных санкций и ограничений сократился тотально. Совершенно очевидно останутся страны, которые не будут поддерживать санкции Евросоюза. Ну, например, это и Республика Беларусь, и Среднеазиатские державы, и Китайская Народная Республика. Ну, пока мы рассчитываем, что никаких проблем не возникнет в авиасообщении с Турцией, Египтом, объединенными арабскими эмиратами и рядом других державах. А как же остальной мир? А как же загнивающая Европа и Америка? Как теперь гражданам России нести русский мир в массы на проклятом Западе? Особенно, если на самом деле туда, ну, очень хочется. Горит в аду проклятая Америка, проклятые пиндосы. Мы вас ненавидим, не хотим к вам больше никогда. Однократно. И нам не понравилось. Получается так, что на сегодняшний день Турция и Объединенные Арабские Эмираты стали для россиян фактически единственным так называемым «окном в большой мир». Причем окном по очень завышенной цене. Ведь стоимость авиабилетов по этим направлениям подскочила для граждан РФ в несколько раз. Ценники на билеты космические. Если сегодня посмотреть цены, то вы удивитесь, но поездка в Европу обойдется там 100-150 тысяч рублей туда-обратно. И это если покупать заранее и если повезет. Попасть в страны Европы россияне могут еще и с помощью сербских авиалиний. Но это, скажем так, тоже не самый легкий вариант для граждан России. Да, сербы до сих пор летают. Правда, у них всего один рейс. Попасть на него довольно сложно. Билеты расхватывают, и они довольно дорогие. Но одно дело найти желанный билет и деньги на него. Совсем другое дело его оплатить. Проблема в том, что отныне иностранные авиакомпании не принимают российские карты Виза и Мастеркард. Сережа пытается снять какие-то деньги с российской карты. Но у него ничего не получается. Эти гиганты платежных систем ушли с рынка РФ сразу после начала войны в Украине. Так что гражданам Великой и Духовной теперь приходится преодолевать целый квест, чтобы просто оплатить билет на самолет. Билеты можно купить у туроператоров по биржевому курсу с конвертацией в рубли, либо на сайтах билетных агрегаторов. Средняя цена стартует от 50 тысяч рублей или 500 долларов. Спрос вырос в пять раз. За границей россияне теперь тоже не могут расплачиваться своими картами и могут надеяться лишь на отечественные банковские карты МИР. Но пользоваться ими можно только в некоторых странах. И то получается это у представителей РФ и весьма коряво. Карты МИР, про которые говорили, они тоже в Турции на самом деле не работают. По крайней мере, мне ни разу не удалось ей расплатиться. На Россию и ее граждан с бешеной скоростью опускается новый железный занавес. Эстония, Латвия, Литва уже заявили о прекращении выдачи виз гражданам РФ. Недавно об остановке пассажирского железнодорожного сообщения с России объявила Финляндия. Скоростной поезд «Аллегра» был единственным поездом, связывающим Россию с Европой. Минус одна возможность для тех, кто решил не оставаться в России после начала так называемой спецоперации в Украине. Ушли из РФ и крупнейшие международные сервисы бронирования. Ни забронировать жилье, ни автомобиль с помощью известных букинг, как Airbnb и так далее, россияне уже не могут. Мы вроде бы ни в чем не виноваты, но санкции бьют прямо в самое сердце по обычным гражданам. Сейчас для нас закрыт доступ в такие замечательные сервисы, как букинг и Airbnb. Резко ухудшившееся отношение за границей к русским тоже подливает масло в огонь и без того напряженной обстановочки. А ведь наших-то сейчас обижают повсюду. И действительно, как молниеносно и легко люди по всему миру стали травить россиян. Вот, пожалуйста, российский флаг наш вот так висит, египетский, украинский все висит, только наш. Прямо на глазах растет стоимость отдыха и наорганизованные туры из России. Закрытие авиасообщения с цивилизованным миром и резкий скачок доллара повысили цены на отдых в Турции и Египте на 80%. А ведь еще недавно это были вполне доступные для россиян курорты. 29 тысяч, 819 рублей. Тур горящий, ну это же классно, недорого. Что такое 29 тысяч рублей, да еще сейчас. Нажимаем оформлять, смотрим, 59 тысяч появилось в него. Что-то он грузится. Оп, 250 тысяч. Произошла корректировка. Туроператоры РФ констатируют, что на фоне санкций на 80% упали и продажи туров за границу. Российские туристы перестали бронировать отдых за рубежом и массово отказываются от уже проплаченных ранее поездок. Бронирование туров Египет и Турцию остановилось. Многие опасаются ограничительных мер и боятся лететь. Много аннуляций, 20-30%. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По оценкам Ассоциации туристических агентств Турции, Турсаб, страна может потерять не менее 50% российского рынка в сезоне 2022. В этом году в Турции ждали 7 миллионов россиян. Сейчас же оценки снизились до 3-3,5 миллионов туристов. И то я думаю, что это достаточно завышенные прогнозы. Хорошенько санкции ударили и по внутреннему туризму РФ, который в первую очередь упирается в ту же проблему авиаперевозок. Уже вскоре из-за отсутствия необходимого технического обслуживания украденные России самолеты не смогут летать даже над территорией своей страны. Без регулярных чекапов самолеты не летают или летают, как в Иране, крайне небезопасно. Конечно, на какие-то российские курорты россияне могут ездить на поездах и автобусах. Но полностью заменить авиаперевозки в РФ наземный транспорт не сможет. Рынок находится в ожидании того, что вот острая фаза этого конфликта, который сейчас мы все наблюдаем, закончится. Отсутствие в России сервисов бронирования, букинг и Airbnb также больно ударяет по внутрироссийскому туристическому рынку. Россияне не смогут нормально бронировать жилье у себя в стране. Не смогут сдавать его в аренду. Конечно же, многие из вас интересуются, есть ли возможность заменить эти прекрасные сервисы хоть чем-то более-менее приличным. Сразу вам скажу, что нет, такой возможности нет. На этом ролик закончен. Впрочем, сейчас граждане РФ уже и не спешат планировать путешествия даже по своей стране. По данным российского туроператора «Дельфин», большинство людей отказываются от отдыха из-за нестабильной экономической ситуации, неуверенности в завтрашнем дне и резкого падения доходов. У людей денег нет, деньги кончаются уже. Я не знаю, как люди с такими маленькими зарплатами вообще будут выживать сейчас. Скоро травку будем есть, проживем. По мнению российских экспертов, ситуация для туризма в РФ сейчас гораздо сложнее, чем была во времена локдаунов. Она просто критическая и будет только хуже. Если в пандемию стоял вопрос, как турбизнес будет жить, то сейчас главный вопрос в России звучит так. Будет ли он жить вообще? Пока умерла. То есть на сегодняшний день даже рекомендации Ростуризма, ну, скорее всего, пока не покидать страну. Например, лично я не отправляю за границу, честно могу сказать, потому что мне страшно за своих туристов. Огромная отрасль, приносящая большие деньги в бюджет страны, вскоре из-за сумасшедших решений ее диктатора, может попросту схлопнуться. Тысячи турагентств и компании обанкротятся и закроются. Без работы останутся сотни тысяч работников этой сферы. И да, возможно, тех заграничных направлений, которые на сегодняшний день открыты для россиян, им будет хватать для отдыха. Но есть одно большое но. Во-первых, летать в эти страны гражданам РФ будет не на чем. У нас просто будут только летать некие регулярные рейсы, неких иностранных авиакомпаний. Причем их не будет много. А во-вторых, и это самое главное, не на что. Так это и есть, в общем-то, ну, занавес такой, значит, ну, вот можешь ехать, а не на что ехать. Вот ты и сидишь в своей там комонатушке. Так что, дорогие россияне, приготовьтесь. На ближайшие десятилетия главными трендами вашего отдыха будут Анапа и Геленджик, красоты Архангельской области и Золотое кольцо России. Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по реквизитам в описании сюжета и по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку.